Всем привет дорогие друзья, с вами Роджин и сегодня мы будем проходить Stronghold Crusader. Да, ребятушки, я прошел эту чертову сложную миссию. 41-я, я сказал, нереально сложная, но она оказалась достаточно простой, поэтому смотрим. Итак, мы уменьшаем скорость на максимум. Ставим склады. У нас здесь много ресурсов, поэтому мы ставим 4 склада. В принципе, нам нужно опять выставиться в раж, только в этот раз мы выставляемся с трактирами и отправляем ассасинов на Ричарда, потому что нам нужно уничтожить его каменную казарму. Вы видите, я поставил лагерь инженеров, он нам потом пригодится. Это понятно. Ассасинов мы сразу же отправляем к лагерю Ричарда, потому что там нас никто ничего не сделает этим ассасином. А вот лорда нужно отправить к калифу. Мы будем рассекать вышку с помощью этого лорда. И, понятное дело, мы сейчас расставляемся почтительностью, чтобы у нас увеличить боевые способности армии, я это называю. Убираем всю еду, она нам на всякий случай пригодится потом. Мы ее продаем, потому что денег изначально мало, и нанимаем ассасинов наружу на Ричарда. Я забыл, наверное, упомянуть, что мы распускаем все войска. И да, нам понадобится каменная казарма, в конце концов. Может быть, конечно, и не понадобится, но я на всякий случай ее поставлю, потому что, мало ли, я сделаю пехотинцев, все дела. Оставляем себе 55 камня, потому что мы будем делать 5 катапульт. 5 катапульт мы будем делать в атаке на калифа, а в это время ожидаем, пока мы уничтожим Ричарда. И я уже чуть-чуть здесь налажал, как вы видите, не уничтожил лагерь, ну, каменную казарму Ричарда, не лагерь. И видите, что ассасинов я нанял, ну, буквально, где-то примерно 40, и сейчас нанимаю инженеров. Инженерами мы, понятное дело, будем отвлекать лучников, и, понятное дело, будем делать катапульты. Поэтому 10 инженеров на катапульты, и сколько нанимаете инженеров на все остальное, то есть на щиты. Не забываем, что чем больше у нас населения, тем лучше, и дело в том, что чем быстрее мы нанимаемся, тем тоже лучше. Ассасинов отводим обратно. Ричард оказался достаточно простым соперником, поэтому мы берем с него просто бабки и атакуем калифов. Калифы... Вот, боже, ненавижу калифов. Очень-очень сложный соперник. Конницу под щитами ведем к калифу, биндуем эту конницу, и... Все это дело... Запускаем под щиты, катапульты мы будем уничтожать лагерь. В это время лорд уже нам разбил вышку, блин, как у него мало хп. В общем, если не убьют лорда, все будет нормально. Ведем ассасинов, потому что конница все отвлекает. Сейчас в это время катапульты пытаются нам разбить арабский лагерь. Как только они разбиты арабский лагерь, будет намного проще. Ой-ой-ой, что-то катапульты уничтожают. Ну ладно. Эти катапульты, я думаю, достаточно. Если что, мы достроим. Денег у нас, в принципе, много. Так, выводим то, что живое осталось. Я донанимаюсь катапультами, и мы будем скоро атаковать уже третьего калифа. Третьего нашего соперника, я имел в виду. Калиф-то второй. Вот, и... Что-то я тут налажал, но мы ведем, в общем, все войска туда. И это биндуем заново и ведем уже шефт обратно сюда. Пока не придут катапульты, это бесполезно вообще что-либо делать. Поэтому катапульт мы ожидаем. Это дело конницы, еще нужно чуть-чуть подделать на всякий случай. Мало ли что, это умрет, будет плохо. Увеличим скорость на максимум. И делаем ассасинов на всякий случай. Ассасинов тоже нужно подвезти примерно туда же. И ждем, пока наши катапульты разнесут выход. Нам нужно их поставить примерно напротив Барбакана, для того, чтобы разносить сразу и арабский лагерь, и Барбакан. Но я, наверное, буду разносить арабский лагерь, и, наверное, будет повыгоднее. И затем мы будем везти все войска внутрь замка Калифа, потому что иначе у него будет слишком много лучников на башне, и нас, ассасины, не смогут ничего сделать. Их спалят, там, сожгут, там, уничтожат, задоминируют, завластвуют. И, в конце концов, расстреляют стрелами. Как видите, подпалили ров с нефтью. Я пытаюсь катапульты уничтожить лагерь. Лагерь уничтожен, но да и ладно. Сейчас уничтожим. Уничтожаем. Первую пачку ассасинов уничтожили. Так что мы нанимаем вторую пачку, третью пачку. И так далее, пока у нас ничего не закончится. Блин, я не успел еду продать. Это, в принципе, уже не важно. Я думаю, там Калиф уже умирает, потому что тут конница. Ой-ой-ой-ой-ой. Он бы мог бы не умереть. Но он умер. Это великолепно. Это хорошо. И это прекрасно. Огнеметатели! Итак, ребятушки, 42-я. 42-я миссия у нас называется... Итак, ребятушки, 42-я. 42-я миссия у нас называется Долина Надежд. Начинаем. Уменьшаем скорость. Но ставим только один склад. То есть, чтобы у нас оказалось только два склада. Потому что здесь мы будем рашить чисто на еде. Никаких трактиров, не тратьте лишние деньги. Просто поставьте себе три хижины, арабский лагерь, рынокомбар. Лорда ведем на синего Ричарда. На синего, потому что с желтым Ричардом будет разбираться Саладин. Саладин намного сильнее. Ричарды тормознутые более в развитии. Но вы видели вообще, что с Лордом? Вы вообще вот видели, что с Лордом произошло только что? Вот честно, я вот прошу обратить внимание на Лорда и написать. Я не понимаю, что у меня произошло с Лордом. Было у вас у кого-то что-то такое подобное или нет? Потому что у меня такое вот часто происходит на скоростных прохождениях, что какая-нибудь ерунда полная происходит. Абсолютно полная ерунда. Не хватает рекрутов, сэр. Если, конечно, не сложно, ребят, напишите, что реально у меня могло произойти с Лордом такого, что он перемещался по башне. Как-то непонятно, не знаю, лунную походку там изучал или еще что-то. В общем, мы ведем ассасинов на верхнего Ричарда. Понятное дело, он слишком медленный, поэтому он отдает все денежки нам. Теперь мы ведем ассасинов на синего Ричарда. В это время наш господин Саладин разбирается с желтым, потому что господин Саладин намного сильнее. Мы, понятное дело, немножечко тут продаемся по еде, немножечко там продаемся вообще по всем ресурсам, которые нам Ричард выдал. Ну, я вот показываю, что с Ричардом происходит. Вот как бы спасибо огромное Саладину. Вообще спасибо Ферфлайзе, то, что они сделали союзником в этой миссии Саладина. Все было бы намного сложнее. Мы уничтожаем третьего Ричарда теперь. И просто ждем конца игры. Ну, то есть мы нанимаем ассасинов, просто ждем конца игры, потому что тут уже Ричард уничтожен. Уже даже с помощью этих ассасинов Лорд просто супердачный стоп. Да, как это прям совсем легчайше. Огнеметатели! В это время Саладин собрался играть. Вы видите, Саладин, да, типа, мне нужно кое-что из твоих запасов. Не пришлешь ли следующие товары? Вот. Мы уже закончили, Саладин. Все, хватит. Давай, мы это. 43-е. Ребят, мы боремся против крыс. Начинаем ее. Честно вам скажу, ребятушки, миссия вот именно на Расслабон, и ее нужно пройти... Ее можно пройти вообще без всяких проблем. Ну, кого волнуют лучники и копейщики, которые посылаются каждым господином крысой? Это, я не знаю, ну, можно же было крысе дать немножечко, что-либо, посложнее, что-нибудь, там, скажем, ну, хотя бы где-то каких-то пехотинцев, чтобы он немножечко делал, там, катапульты чуть-чуть делал, там, ну, то есть, я не знаю, крыса вообще не соперник для нас, и поэтому мы просто берем, ждем 20-24 ассасинов, и ведем их. Стоп, подождите. Ха, понял. В общем, короче, я поставил прачника вместо ассасинов. Извините, ребят, я заруинил чуть-чуть тут прохождение, но да ладно. Ставим также возле черного крысика, но только не на замок, а именно возле замка. Я что-то подумал вначале на замок, потом я увидел вот эту вот стеночку маленькую, там, рядом с замком, там такая, один квадратик. И вот на него, скорее всего, ассасины полезут, поэтому я осторожненько лучше приведу к замку, а потом от замка. В это время мы пойдем всеми остальными уничтожать фиолетового крысу, и поведем лорда, наверное, вверх, а остальных ассасинов, ну, наверное, сразу вниз, чтобы не терять времени. Посмотрим, кто перелезал через стены, есть ли такие у нас ассасины. Ну, тормознутых мы тоже, понятное дело, переведем. Через стены есть кто перелезал? Ну, значит, уже ведем к Депюсу, потому что сейчас они все равно будут через зеленого проходить. В общем, мы выделяем сколько-то ассасинов на уничтожение зеленого. Нанимаемся ассасинами. Я там чуть-чуть мискликнул, это неважно. Вот опять стоячие ассасины. Стоячих дурачков мы ведем просто вверх, не напрягаемся, и здесь у нас что-то ассасины мутят непонятное. Все, они дошли до Депюса, к Депюсу тоже заходим в замок, и уже вставим флажок на нижнего, ну, не на нижнего, на бирюзового крысу. Ну, вы видите, что минус Депюс, минус Дюкрох. Остался бирюзовый у нас крыса, и верхний. Желтый, по-моему. Да, он желтый. Ведем просто на него ассасинов, которые у нас стояли с самого начала игры. У нас 24 крестьянина снова. Возможно, эту миссию можно чуть-чуть побыстрее пройти, но этим нужно методично избавляться прямо от крыс. Нужно знать точное количество, сколько на какого крысу надо разводить ассасина. То есть, ну, максимум я смог бы здесь сэкономить, ну, секунд 10, 15, ну, даже если 20, ну, типа, вот реально 20, это прямо самое максимальное, что мне нужно сэкономить в этой миссии. Дюмыш уничтожен, остался у нас праный рак. Ну, понятно, дело мы праный рак и уничтожаем, я сказал, это миссия на расслабоне. И огнеметатели! Ту-ду-ду-ду-ду-ду! Ну, на этом у нас все, ребятушки. Следующие мы будем проходить тоже в несколько присестов. Возможно, в один присест. Мы хотим увидеть финал. Финал будет красивым. Так что финал или 49, 50 я объединю. Потому что остальные тоже достаточно простые. Надеюсь, что все так и получится. Там, по-моему, будет, ну, максимум 3 выпуска. Поэтому, ребят, спасибо за то, что вы посмотрели этот. С вами был Роджин. Подписывайтесь, ребят. Ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о том, что я выпустил новый ролик. И до скорых встреч, ребят. У нас осталось... всего ничего. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok